Вычисляем кинетическую энергию механической системой. Что из себя представляет эта механическая система? Ну, вертикальный стержень, в данный момент вертикальный, горизонтальный стержень и вот это наклонное. Вообще говоря, конечно, все движется и перемещается, потом это груз опустится, колесо повернется, стержень сюда отклонится, это будет, в общем, все будет двигаться. Но в данный момент мне хотелось бы вычислить кинетическую энергию. Причем вычисляю кинетическую энергию наиболее удобным для прикладных задач способом, а именно вычисляю так называемые приведенные массы. Причем приведенная масса дело условное, может привести к чему-то. Вот я хочу привести к массе первого тела. Не к массе, я говорился, к скорости первого тела. Значит, в общем, в случае кинетическая энергия это ТКТ некого тела. А если кинетическую энергию ТКТО, у нас К1, 2, 3, 4, 5, поделить на В квадрат пополам, где В это скорость первого тела, то вот это вот отношение, это и будет мю КТ, приведенная масса КТОТОВА тела. Ну, естественно, если бы я хотел привести к кому-то другому телу, к другой скорости, то надо поделить на ту скорость, которую я привожу. Здесь я привожу вот к этой вот скорости. А потом, когда буду решать задачи, я, скорее всего, буду искать эту скорость, чтобы она в уравнение вошла в скорость. Значит, как мы будем вычислять эти приведенные массы? Ну, а потом у вас сегодня будет такая задача. Потом вы просуммируете все эти приведенные массы и скажете ответ. Ну, вычлен кинетическую энергию каждого тела. Самое простое – это кинетическая энергия первого тела. Это поступательное движение, просто М1, масса вас будет дана на В в квадрате пополам. Стало быть, в общем, все, кроме В квадрата пополам, это приведенная масса. Значит, μ1 – это просто М1. Ну, у кого повезет, вот такая задача, что этот груз висит, уже одну приведенную массу вы сходу можете найти. Нет, конечно, бывают более сложные случаи. Я об этом остановлюсь, когда там что-нибудь подвешиваю. Дальше. Кинетическая энергия вращающегося тела вокруг неподвижной точки. Это, как известно, момент инерции этого тела относительно оси вращения. Ну, я пишу, допустим, О. На угловую скорость этого тела, Омега-2, в квадрате пополам. У нас здесь будет еще Омега-3, Омега-4, Омега-5. Нитка, которая соединяет, она массы не имеет, мы ее кинетической энергии не считаем. Расписываем все, что здесь можно расписать. Момент инерции относительно оси вращения. Если это не цилиндр, а барабан из двух частей, как он, кстати, выглядит? Если вот так вот, один внешний радиус и какой-то внутренний радиус, вот так вот. Вот так он выглядит. Внутренний радиус и внешний. Они вращаются синхронно вместе. Грубо говоря, вот это приклеили к этому приклеили. Поэтому одна угловая скорость. И когда такое неопределенное тело, то это будет РО, допустим, радиус инерции в квадрате, 2 на РО в квадрате. Понятно, да? РО обычно дается у вас. Кстати, если у вас этот цилиндр, для цилиндра, то это будет МР квадрат пополам. А для стержня относительно оси, проходящей через его конец, это будет МР квадрат на сколько? На 12. Нет, на 12, если относительно середины. Значит, вы уже где-то слышали, это хорошо. МР квадрат на 3. А вот для этого стержня нам придется считать момент инерции относительно центра масс. Там будет МР квадрат на 12. Так что ясно, что относительно конца больше момент инерции, его труднее. А относительно середины легче. Инертности у него будет меньше. Так, ну я уже забегаю вперед. Момент инерции записал. МР квадрат Омега. Омега 2. Ну, в квадрат я успел извести. Шутка Омега 2. Если вот эта скорость В, а расстояние R маленькое, то получается В просто поделить на R2 маленькое. Ну, чему равняется здесь МР2? Давайте просто МР2. Ну, я подставлю вот это все сюда и получаю Т2. Т2 равняется. Вместо этого М2Ро в квадрате. Ну, я не буду писать Ро2. У нас других радиусов инерции не будет. На В в квадрате поделить на 2Р2 в квадрате. А вот теперь я красненьким выделю В квадрат пополам. И все остальное, кроме В квадрат пополам, это и есть приведенная масса второго тела. Ну, здесь все правильно. Кстати, обратите внимание, приведенная масса всегда имеет размерность массы. Вот это первый ответ. Мю 2. Мю 2. Опять М2. А здесь безразмерные отношения. Ро поделить на Ро поделить на Р2 в квадрате. То есть размерность массы. Т3. Ну, чтобы вычислить Т3, надо знать формулу. Да, вот по этой формуле я пишу Т3. Т3 равняется И3, омега третья в квадрате пополам. Ну, и расписываем. Значит, если относительно вот этого конца, то это будет что у нас? М3. Я расписываю момент инерции М3. М3 на Л3 в квадрате на... Ну, это двойка останется, еще тройка. Ну, потом умножим, потому что надо одну, вторую будем отделять. Значит, и это я момент инерции только расписал. А вместо омеги, ну, тут я немножечко поспешил. Наверное, это было... Чтобы омегу считать, надо знать вот эту скорость. Обозначу, допустим, скорость это В3. В3. Чему равняется В3? Она равняется вот этой скорости. А это омега-2. Омега-2. Умноженное на R2 большое. Ну, вот поэтому я поделю эту В3 на Л3 и получу омегу. Позвью в квадрат, естественно. Значит, получаю омегу-2. А омега-2 у нас вот она. В. В поделить на R2. Это... Это омега. Вот она. Затем умножаю на R2. Вот это все у нас В3. Правильно? Правильное отношение, да? И делю все на Л3. И сейчас вы увидите интересный эффект. В этой... Такого рода задачи длины, как правило, сокращаются. Л3 не войдет. И вас тоже. А можете даже иногда... В этой сдаче не дают Л3. Л3. В квадрате. Ну вот. Ну и что у нас? Л3 сокращается. В квадрате. Вот это сокращается. Это сокращается. Двойка. И В квадрат я убираю. Ну, почему мы делим на Л3? Вопрос был. Вот это все. Вот это все. Это В3. Нет. Вот омега. Вот омега-2. Вот это все. Вот я сейчас еще обведу. Это все. Это В3. Правильно? В3, если поделить на Л3. Вот это В. Поделить на Л3. Что получим? Омегу. Вот я и написал омегу. Хорошо, что спрашиваете. Значит, омегу. Значит, получается мю-3. Мю-3 равняется. Ну, я выделил то, что не писать. Опять, получается, размерности массы. М3 на 3. А здесь в квадрате у нас получается. Вот. Кстати, несложно получается. Р2 поделить на Р2. Вот это Р2 в знаменателе нас будет всегда преследовать. Никуда не денешься. Потому что здесь все завязано на эту омегу. В квадрате. Вот. Мю-3 есть. Мю-4 самое сложное. Потому что надо найти омегу-4. И скорость центра массы. Ну, тут, конечно, немножко потрудиться надо. Знаете, что я сделаю? Можно через мгновенный центр скорости вычислить. Самое простое. Но при этом придется, конечно, убрать часть записи. Ну, какой у нас. Вот эта запись очевидная была. Мы ее уберем. Это для построения. И вот зелененьким я сейчас нарисую вторую скорость. Вот так. Это скорость В. Обозначим по номеру тела. В5. В5. Тогда МЦС где лежит? На пересечении перпендикуляров. Это П. Скорость центра массы как вычисляется. Вот соединяем так вот. Так, 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 так. И проводим перпендикуляр. Если делали все верно, то концы векторов скоростей будут лежать на одной прямой. Вот так вот. Это будет ВС. ВС. Вот. ВС. Ну, я сейчас все расписывать не буду. Покажу только принципиальную сторону. Значит, что у нас получается? Получается Т4. 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 Принципиальную сторону только. Значит, это М. Преобразование делать не буду. М4 на ВС в квадрате пополам. Это кинетическая энергия центра масс. Плюс. Плюс И. Это номер 4. На Омегу 4 в квадрате пополам. И распишем все подставлять. Только не буду. Просто распишу все здесь есть. Ну, начнем с самого простого. Омегу. Что такое Омега? Это вот эта скорость прилетит на это расстояние. Ну, это расстояние, если здесь известен угол Альфа. Ну, а в тексте, конечно, дается угол Альфа. Знаешь угол Альфа, знаешь вот это расстояние. Это у нас L4. И знаешь это угол Альфа. Это что получается? Противляющий катет L умноженное на тангенс Альфа. Ну, написать что тогда? Давайте. Получается Омега 4 равняется В3. Ну, уж я В3 не буду расписывать. У нас оно было уже расписано. В3 уже использовано было. В3 поделить на что это? Это L4 на тангенс Альфа. Вот. В скобочках. Тангенс известный, L4 известный. Кстати, L4 тоже сократится. Если будем делать все правильно. Значит, это мы знаем. Теперь что такое ВС. ВС это... Тут можно так сделать. Можно вычислить это расстояние и умножить на Омегу. Значит, это равняется Омега 4 на расстояние ЦП. ЦП. Точка запятой. Отдельно ЦП напишу. ЦП. Это что у нас получается? Вот из этого... Это П. Вот эта величина. Корень квадратный из L4 тангенс Альфа. В квадрате. Ну, как потеряем фагору. Квадрат этого катета и квадрат вот этого катета. И плюс L4 пополам в квадрате. Ну, потеряем фагору. Нашел это расстояние. Вот. Ну, ясно, что нам громоздкое выражение получается. Получается ВС. Момент инерции четвертого тела мы записывали. Вот это. Это здесь напишем четвертого тела. Это Ж4. Так что мы все выразили через В. Но осталось здесь, конечно, все причесать. Смотрите. Отсюда вынесем В. Потому что здесь сидит В3. А В3 выражается через В. Омега-4 уже вот выражается. Так что отсюда можно вынести. Ну, и последнее. Т5. 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 Это, ну, опять формула та же самая. Момент инерции. И пятого на омега-5 в квадрате пополам. Ну, здесь момент инерции пятого тела. Это М пятая на Л пятая в квадрате. На сколько деленное? На 3. Ну, относительно конца на 3, да. На квадрат на 3. Омега-5 точка запятой. Омега-5. Опять выражается через В5. В5 поделить на Л5. Уже видно, что Л5 точно сократится. А В5 можно выразить вот из этой формулы. Опять омега-4. Ведь это омега-4 нам очень сильно будет нужно. Вот это омега-4. Это омега-4. А В5 – это омега-4 умноженное на сколько? Вот на это расстояние П. Ну, чтобы его вычислить, давайте лучше обозначим какой-нибудь буквы. Допустим, это А – это В. На ПБ умноженное на омега-5. Омега-4 на ПБ или БП. Вот. То есть мы все действия выполнили. Конечно, это несколько громоздко. Но вам-то проще будет делать. У вас там цифры будут. Я сейчас буковки написал. У вас там Л, все данные размеры. Да. Если у вас там радиус инерции не задан, то это, скорее всего, будет цилиндр. А у цилиндра не надо радиус инерции. Момент инерции – это МР квадрат на 2. Если стержни не заданы, то, имейте в виду, они наверняка у вас сократятся. Но потом, когда просуммируете, вы напишите, приведенная масса всей системы – это сумма мюкатых, где к меняется от единицы до пяти. Вот суммарная приведенная масса, она уже входит в решение более сложных задачных. Вот еще я хотел рассмотреть один частный случай. Вот когда груз висит, то мю-1 равняется м-1, и все, проблем никаких нет. Стоит только вместо груза повесить какой-то более сложный вещь, у вас у всех обычно начинаются трудности. Ну, например, я вместо груза, ну, сам простой случай, может, конечно, чью-то сдачу решаю, но считайте, кому-то повезло. Вот я вот на этом месте повешу вот такой барабанчик. А этот барабан зацеплю вот за неподвижный потолок. И все то же самое. Значит, я привожу вот к этой скорости V. Что изменится? Ну, во-первых, конечно, кинетическая энергия, кинетическая энергия этого барабана. Какую формулю будете считать? Как цилиндр. Нет, кинетическая энергия. Кинетическая энергия можно считать по формуле 3 четверти. Значит, смотрите, это номер 1. Значит, получается, Т1 равняется 3 четверти М1 на V. Ну, номер 1 уже и V. V в квадрате. Почему? Да потому что он катится по вертикальной нитке без проскальзывания. А цилиндр, который катится по горизонтали, помните, говорил 3 четверти, ну, уже готовая формула, что по 100 раз считать. Удобно. Это одна особенность. А вторая особенность, потому что если здесь V, то с трех попыток. Угадайте, какая здесь будет скорость? Сколько? Ну, как же тоже V. Здесь 0, здесь V. А здесь сколько? Во, 2V. Вот 2V. Вот она. Линейное распределение. Но теперь, кстати, вам будет понятно также, что будет, если это стираем, да? Что будет, если здесь что-то более сложное? Давайте мы сделаем что-то еще более сложное. Вот здесь повесим барабан. Вот за внутреннюю часть подвешена нитка, а барабан имеет еще внешнюю часть. Внешнюю часть. А это подвешено вот сюда. Ну, здесь, конечно, три четверти уже не пройдет. Какая формула? Ну, полная формула. Кинетическая энергия. Как здесь было? Как здесь было? Кинетическая энергия. М1 на V C в квадрате. Ну, не V C, а именно V. V в квадрате плюс и омега в квадрате пополам. Ну, вот. Так что полностью записывайте. Теперь, как они связаны между собой? Ну, V это V. Вот она. Та самая, которая будет везде фигурировать. V. А омега как? Ну, давайте подскажите. Омега 1 чему равно? Омега 1. Омега 1. На что поделить? Ну, как-то все, на что делить надо? На V поделить на? Ну, почему R малая? Вот неподвижная точка. И отсюда сюда R большое. Ну, здесь под номером 1, да? Дальше. Теперь, как найти скорость вот в этой точке? Она потребуется, чтобы найти омегу. Помните, да? Ну, как? Итак, мы обозначим это V2, да? Это V2. Точка 2, точка 2, точка... Значит, V2 как находится? V2 равняется что? Ну, как всегда, то множество поделить. Сначала мы, чтобы получить омегу, мы делим. Потом умножаем. Омега 1 на что? На R большое плюс Р малая. О, совершенно верно. R большое. 1 плюс R. Большое плюс Р малая. Вот. Но это еще не все. На это еще не все. Кое-кого у студентов... Но вот это я не буду рассказывать. Вы сами подумайте. Кое-кого у самых сильных студентов, или просто кому не повезло, вот это будет привешено не сюда, а к одному из радиусов. Да. Ну, вот уж сообразите сами как. Маленькая подсказка. Два способа решения. Первый способ через МЦС. Надо догадаться, где находится МЦС. Второй способ, тупой способ, просто пройти графы. Помните, как я писал графы? От неподвижной точки к неподвижной. Возьмите какую-нибудь хоть одна точка. Есть неподвижная? А можно сделать круг от неподвижной к самой себе пройти. У вас наверняка будет две неподвижные. Одна из них точно вот эта. Другая, где там подвешена. Ну, посмотрите как. Вот это особенность у таких более сложных. Ну, а дальше все так же по накатанному. Л, как будет всегда сокращаться там длина. И потом просуммируйте. Спасибо. 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 Спасибо.